Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Доктор Немисис, и сегодня я решил по просьбе моего другого не записать один ролик, который будет присвящен нашему празднику Хэллоуину, а именно ролик по жутким персонажам, тут будут слегка жуткие из-за внешности, жуткие по своим поступкам и жуткие по своей концепции, но давайте не будем затягивать и поскорее начнем, и первым нашим персонажем будет Глоб, а точнее Глоб Герман, сам по себе он не жуткий персонаж, но то что с ним случилось не самое приятное, так как он родился в семье, в которой отец ненавидел мутантов, и когда у мальчика начали проявляться его необычные мутантские способности, то он начал того избивать и прям набрасываться, из-за чего матери пришлось того ночью выкрасть и отнести к профессору Ксавьеру, чтоб тот позаботился о мальчике, и по факту Ксавьер по большей мере забил на него, так как имел больше проблем, но сам же Глоб из-за своих способностей не сказать, что был прям уж, ну, любимцем публики в школе, ведь его способности заключались в том, что вся его кожа и даже, как я понял, часть органов были заменены на парафин, который весьма легко воспламенялся, и это, ну, мягко говоря, слегка жутко, ведь когда ты можешь подойти случайно к какой-то свечке или чему-то подобному и воспламениться. Да, самому Бобу ничего с этого не будет, но, мягко говоря, картинка весьма жуткая, так как, кроме того, что он легко воспламеняется и может бросаться своими кусками, он, к тому же, прозрачен, из-за чего, ну, мягко говоря, весь процесс его пищеварения и прочего, ну, мягко говоря, виден всем. Что же можно рассказать об Бобе в дальнейшем? Да, особо его история не выделяется, он как-то смог смириться со своей судьбой и тем, какие ему способности попали, но, по факту, ему в дальнейшем также не особо везло, так как, даже когда Алая Ведьма лишила большинство мутантов икс-гена, то Боб не лишился его, а также остался таким, каким он является, из-за чего и можно назвать весьма невезучим персонажем. Хотя давайте приходить к следующему, но я хочу еще кое-что спросить. Я тут нашел вот такую вот жуткую вариацию Джокера и можете побольше рассказать о данной вариации, а то я особо чего-то не смог по этому поводу найти. Следующий же наш персонаж, а точнее даже персонажем ее сказал, это тряпичные куклы и они, мягко говоря, меня пугают тем, что у большинства из них есть одна маленькая генетическая особенность, они могут изгибать свои суставы и тело так, что они, мягко говоря, вливаются на максимум человеческого тела, что не является какой-то супер гибкостью или эластичностью, а просто, мягко говоря, выглядит не совсем комфортно, как конкретно мне. И данные способности все это семейство, которое проходит из аж 40-х годов, использовало ради краш и хоть первый попусту имел свои уникальные генетические данные и акробатические умения, то и распространялось даже на его кожу, которая была весьма гибкой. Так же было и с его сыном, который стал второй тряпичной куклой. Но в случае и с третьим, который не унаследовал данный ген, то ему, мягко говоря, не повезло, ведь отец хотел, чтобы, мягко говоря, шоу продолжалось. И он без наркоза на его детском теле начал проводить свои, мягко говоря, не очень... человечные эксперименты и заменять на живую ему все суставы, из-за чего он смог выгибаться таким образом, как кем его родственники даже не могли. Но, к сожалению, его же кожа при этом рвалась, так как, ну блин, она не была заточена с помощью уникальных генов, из-за чего ее приходилось сшивать. Так же, как и интересный факт об данной тряпичной кукле, можно подметить, что он являлся не бинарной личностью, то есть он не имел конкретного гендера, он или она. Так же, во вселенной Марвел, я бы хотел подметить то, что у них существует своя вариация ктулуху, которая была показана в одном из комиксов об лунном рыцаре, но как-то особо не выделилась, и я не знаю, особо нужна ли в мире Марвел ктулуху. Но, допустим, допустим. Ну а теперь переходим к следующему персонажу, о котором бы я хотел рассказать, а именно к Антону Аркейн, который был обычным ученым, точнее, ученым, который увлекался гнилью, то есть разложением всяких животных и прочего, из-за чего он стал, мягко говоря, аватаром гнили, сущности, которая желает разложения всего живого. И, ставшим этим аватаром, гниль придала ему новый, мягко говоря, жуткий образ, который выглядел как гниющий человек. В дальнейшем же она заставила его убить будущего аватара зелени, который, ну, из-за смерти и превратился в болотную тварь. В дальнейшем же он частенько пытался убить своего врага, но это никак не получалось. За счет того, что из гнилью всегда должна существовать зелень. Сам же гнилой человек, как по мне, ну, мягко говоря, является чем-то весьма жутким, ведь возможность того, что тебя заживо заставляет сгнить, меня пугает. Я даже поэтому некоторые моменты в детективах или подобных сериалах оминаю, потому что гнение меня напрягает сама по себе. Также аватаром гнили была его племянницей, но она была не так радикальна. И даже, еще не знаю, кем является вроде как ее дядя, она встречалась с болотной тварью до того, кто-то стал этой тварью. И у них все было весьма сложно, даже когда тот был человеком. Но кто тот стал аватаром зелени, все, мягко говоря, не улучшилось. Да, они по итогу женились, и у них было все даже хорошо до того момента, пока, мягко говоря, болотная тварь не начал уделять больше времени природе и разделил свою личность на две половины, от которой, мягко говоря, Эби забеременела. И да, вы можете, конечно, спросить, как от такого скомканного существа из зелени могла родить девушка обычного ребенка, но тут получилось так, что он использовал тело своего друга Константина, чтобы, ну, мягко говоря, вы понимаете, что сделать. Из-за чего у Ники родилась дочка, с которой были свои, мягко говоря, проблемы. У нее уже 52, но на данный момент такого нет, насколько я понимаю. Но она, вроде как, стала полноценным аватаром гнили, который, думаю, когда я понимаю, вот такие жуткие формы. И хоть она не хотела быть такой и весьма сильно любила Алика, то есть болотную тварь, но им, после того, как она стала новым аватаром гнили, вместе быть было не суждено, так как при прикосновении она разрушала своего любимого, что значило, что гнили зелень, но, мягко говоря, не могут быть вместе. Но в дальнейшем, вроде как, сама Эбби избавилась от силы или как-то смогла ее контролировать, я том числе, но там не знаю. Из-за чего они теперь могут быть вместе, но тут я не уверен. Наш следующий персонаж, это маньяк по прозвищу Муза, и он, мягко говоря, был изначально обычным, вроде как, художником, хотя полноценной его предыстории никогда раскрыто не было. И все, что нам известно, что он ни с того ни с чего начал творить свою дичь и разрисовывать кровью пропавших людей, а если они пропали, то, скорее всего, он их убил, стены и разнообразные полотна. В дальнейшем же, одно из таких огромных полотен было знайдено, и там была кровь где-то ста жертв. В дальнейшем же, он пересекся с юным протеже Цервигау, о котором, честно говоря, я ничего не знаю, да и его история пока весь нормально не раскрыта, вроде как. В дальнейшем же, после этого, он стер всю эту картину из крови и написал на ее месте, «Ты хорош лишь в своей последней работе». Что может быть двухзначно понято, ведь, с одной стороны, можно подумать, что, к примеру, Муза может умирать и поэтому что-то подобное пишет, но тут нам пока лишь ничего не раскрыли. В дальнейшем же, у него жизнь так складывалась, что он решил повторить свой, не говоря, кровавый опыт, ну и создать свой новый шедевр, используя, ну, тела людей и садя их в типичные, так сказать, позы для людей. Ну а его поймал Цервигау и сломал тому пальцы, чтобы тот не смог творить. Ну и то уж, это его особо не остановило в будущем, но, если честно, не так важно. В дальнейшем же, Цервига рвалась ему маску, показав, думаю, как он сильно изувеченное лицо и с, то ли отсутствующими, то ли еще с какими-то глазами. И, боже, что это весьма жутко, и это лицо будет мне в кошмарах являться. Ну и, походу, я не могу передать полностью, каким жутким влияет для меня этот персонаж, ни с помощью голоса, ни с помощью атмосферы. Но, поверьте, эти иллюстрации, например, показывают, каким персонаж является. Следующий же наш персонаж — это Мистер Блум, если я не ошибаюсь с именем. И один со второго его назвал Анти-Джокером, и то, что никто не знает его личность, его как-то да и подчеркивает. Я точно не знаю, если это в коимусах так, но вообще идея того, что он считает Бэтмена подобным в себе, и говорит Джиму Гордону, когда тот носит вроде как костюм Бэтмена, что тот является диким цветком, который был схож с ним, который имел приблизительно такие же цели. Это слегка меня напрягает, так как сама цель Мистера Блума — это убить всех в Готами, если я все правильно смог найти, и начать все заново, дать этому городу новую жизнь. И метод он выбирает крайне радикальный, да и его внешний вид, в мягком мере, меня пугает, особенно непропорционально большие руки и пальцы, и чем-то он даже мне смахивает на Слендера. Также его целью является после уничтожения как бы людей в Готами, засадить их специальными цветками, один из которых растет у него на лице. И вроде как он является жертвой каких-то экспериментов, но подтверждений этому я так и не нашел. Также у данного персонажа есть способности к воскрешению, но тут особых каких-то подтверждений я найти не могу. Хотя вроде как в одном из выпусков, связанном с красным колбаком, он воскрешает трупы злодеев, которых поубивал. И тут мне кажется весьма зря, так как, ну блин, злодеи успели натворить за свою жизнь такого, что воскрешение не заслужили. И даже Бэтмен, ты ж понимаешь, что ты их типа не убиваешь, но зачем их возвращать к жизни-то, если они будут творить ту же дичь. Ну ладно, упустим это. А также меня и моего друга Вани слегка напрягает один момент. Практически все злодеи Бэтмен заявляют, что мы не такие уж и разные, что мы весьма похожи и т.д. и т.п. И да, практически с каждым злодеем можно да и какую-то параллель провести. Но я не знаю, нужно ли это втыкать прям с каждым персонажем. Вот же дизайна мистера Бум, я могу сказать, он весьма неплохий шуток. Так как иногда его пальцы и тело неестественно сгибается, а из-за его больших пропорций это выглядит еще хуже. Ну и честно говоря, если с кем-то сравнивать, то я, мягко говоря, могу сказать, что он похож по телосложению на Слендермена, который переоделся в новую одежду. Ну а и как говорил мой друг Ваня, это Слендермен на голову которого налез старо, если замечать его цветочек. Дочь Рэгдолла. И если вы думаете, что я как-то не назвал ее отдельный псевдоним, то нет, она так и называется Дочь Рэгдолла. Ее звали Алекс, и ее отец, как вы поняли, из суперзводей Рэгдолл, был не очень рад тому, что у него родилась дочь. Но вскоре, когда-то вырос и стал очень красивый, он начал проявлять к ней не очень хорошее внимание, и, как вы поняли, хотел сделать с ней не очень хорошие вещи. В дальнейшем же у нее проявились романтические чувства к своему брату, из-за чего, короче, эта история наполнена кровосмешением и прочим, из-за чего, мягко говоря, под конец эта любовная линия и линия с отцом пришла к одному месту. В дальнейшем же все так сложилось, что она создала свою преступную организацию и взяла другого имени Джуниор, который, ну, мягко говоря, не сильно ее оправдывал, так и в дальнейшем. Хоть она и могла сидеть на одном месте и никого не трогать, и быть даже неплохим лидером своей банды или чего-то в этом роде, но она решила лично по этому всем поучаствовать, из-за чего в дальнейшем она, мягко говоря, договорилась с одним демоном, так как перед тем она в образе как голой банду, так и маньяка, насовершала кучу таких дел, за которые ей гореть в аду вечно. И с помощью демона она пыталась как-то исправить свои грехи и прочее, но это в дальнейшем не получилось, и она воскресла в виде вот такого страшного существа. И, мягко говоря, эта история не так жуткая, как и омерзительная мне. Так тут столько деталей, о которых мне, честно, даже рассказывать не хочется. Так же есть вот такой вот враг Бэтмена, который изначально был весьма неплохим человеком, он ничего плохого не совершал. Он просто был ученым, который хотел создать сыворотку, которую будет укреплять и в момент ранений или травмы возвращать кости в изначальную форму, а так же их восстанавливать до такой степени, что те не будут больше ломаться. Но, как вы понимаете, сыворотка, как всегда, пошла по одному месту, и начал превращать своих подобных в, мягко говоря, разодранные тупые рупы из своих костей. В дальнейшем же, после смерти своего сына в одной из воинов, он попытался еще раз улучшить сыворотку, пытался определять все время этому. Но, к сожалению, Вейн Энтерпрайзерс из его маникальной помешанности на этом и неудачных опытов была вынуждена его уволить. Но, он не отчаивался, и из-за финансирования такого злодея-загадочника, он смог, мягко говоря, продолжить свои эксперименты, и они к ничему хорошему не приводили. Кроме того, он в дальнейшем решил, что все должны принять эту сыворотку и обратиться в подобных к нему. А он сам уже принял, и, хоть она уже и работала более-менее налажно, но обратила его вот такое вот существо, жестокое и уже не совсем схожее с человеком. Ну, а на этом у нас, пожалуй, все. Да, я в многом не рассказал, есть много, прямо уж до хрена, злодеев, которые были и жуткие, и стрёмные, и вообще были каким-то, блядь, не пойми чем. Но я рассказал свой небольшой список, и, возможно, когда-то мы к этой теме еще вернемся. Ну, а на этом у нас все. Спасибо, что досмотрели до конца. Пожалуйста, поставьте свои крыльевские лайки, фруйте, не имея крыльевскую подписку. Вам не сложно, а мне приятно. С вами был Доктор Немезис, и до новых встреч, и мирного неба вам над головой. Субтитры сделал DimaTorzok